Движение формы и движение для восприятия. Картина создает иллюзию видимого мира, она более театральна, она претендует нам показать имитацию жизни. Для иконы это не совсем подходящий способ художественной выразительности, потому что икона не может нас обманывать и создавать иллюзию. Она нам просто может напоминать о каких-то событиях, о каких-то людях, которые прославили свою жизнь у Бога. И поэтому она нам в условных формах показывает красоту и характер этих святых, но она не претендует нам разыграть такое действие, как спектакль, чтобы мы поверили именно в то, что видим. А видимый мир, мы знаем, что он временный и он только отражение вечности. И вот икона, она нас немножко возвышает и пытается наш ум и душу немножко настроить на чувство того мира, который намного богаче и сложнее, уровень духовного мира. Ведь все-таки Создатель все создал, Господь наш, Иисус Христос, и Он знает, как это все сотворено. И мы своим творчеством просто пытаемся понять и прочувствовать всю красоту жизни. Икона дает нам возможность, открывает нам тайные мироздания, как в жизни устроено, что такое гармония, что такое порядок, что такое жизнь, какой она должна быть. Икона нас этому учит.